Вот выгружает Нагорная 6-я 15-е. Вот он дом. Вот там дар с краевой больницы. Вот КамАЗ оттуда ездит. Будет всю ночь ездить. И не один, штуки два. И вот так, по словам людей, каждый год. Снег, привезенный с улиц, теперь растет вдоль трассы здоровья. Сюда его привозят, а местный не убирают. Вот он на тротуарах. Тропы протаптывают, если могут. Вот. Плохо ходить. Неудобно, некомфортно. Поэтому считаю, что, конечно, обязательно надо. А где-то еще в городе есть такие места, которые требуют внимания? На Ломоносово. Там, если вот снег выпадет, снегабан. Там же и автобусы ходят. 77-й, 80-й. А людям вообще практически невозможно. Барнаульцы признают, снега пока немного, но уже есть на что обратить внимание коммунальщиков. Например, на узкие пешеходные дорожки. Ну, вручную, наверное, это нереально. Что-то нужно думать. Потому что, особенно, челюскинцев у нас. Во-первых, узкая. Во-вторых, трамваи. Во-вторых, вот эти дорожки. Перепады вверх-вниз. Частные дома, лаборы тоже как бы. Не знаю. Нужно что-то, ни коляску провести, ни проехать, ни пройти. Сделать дорожки проходимее, а заодно и отработать наказание в виде обязательных работ помогают осужденные. Убирают снег и налить стратуаров и встают на путь исправления. С 8 до 12 убираем долгий лед. То, что помогает человеку исправиться. Сейчас у нас в бригаде 10 человек. В прошлом году было 30. Можем и 2, и 3 бригады. Сколько человек нам поставят, чем больше, тем лучше. Поэтому снега зимой много бывает. Налить нужно убирать. Снег тоже нужно убирать. В труднодоступных местах, куда не может зайти техника. Сейчас на улицах города работает несколько бригад, почти 100 осужденных. Кстати, благодаря им скоро станет проще ходить по улице Матросова и Пионеров. Но в период снегопада 100 человек на весь Барнаул как капля в море. Жители берут лопаты в руки сами. Обильный снег. Быть здоровыми, счастливыми. Пожалуйста, администрация железнодорожного района, обратите внимание на свой участок, который трактор мимо проходит. Практически ежедневно на улицах города работает около 70 единиц снегоуборочной техники и больше сотни дворников. Снегопад прогнозируют до конца недели. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.